Я вас приветствую, меня зовут Егор Скорина, вы смотрите Freedom, и вместе с Сергеем Лещенко мы обсуждаем актуальные события, актуальные новости, все, что происходит вокруг Украины и в мире. Сергей Лещенко, добрый день, напоминаю, советник-руководитель Офиса Президента Украины. Давайте начнем с самого такого острого момента. Отдельные западные политики, они почему-то иногда напоминают о своем существовании, когда попадают в скандал из-за того, что предлагают Украине пойти на так называемые компромиссы с Россией. Я напоминаю, с Россией, которая эту войну развязала. Недавно эту роль на себя померил Саркази. Николя Саркази. Даже появились такие заголовки, что, мол, Саркази – это новый Шрёдер. Мне кажется, он больше похож на нового Берлускони, потому что он уже судим за политическую коррупцию во Франции, мало кто в Украине отслеживал этот момент, но он получил приговор, который обвинительный, и он получил определенное наказание. Ну, скажем так, на нарах он не чалился, а провел этот срок где-то под домашним арестом, или как-то ему его зачли, но он судимый за политическую коррупцию во Франции. Как и Берлускони, в принципе, тоже был судим, но за коррупцию политическую, не связанную с Россией. То есть у них такой клуб судимых, престарелых, мачо-политических коррупционеров, которые выступают за примирение с Россией. Ну и Шрёдер. Шрёдер еще не судим, но уже под международными санкциями. Вот недавно президент Украины Владимир Зеленский дал такой достаточно хлесткий ответ на подобный вопрос журналистов касательно украинских территорий. Президент Украины сказал о том, что Украина готова обменять Белгород на членство в НАТО. Я вот сейчас хочу прочитать, как отреагировали на эту новость РИА Новости, федеральная медиа России. Зеленский заявил в Дании, что Киев готов обменять Белгород на членство в НАТО. Он не пояснил, что имеется в виду. Может мы объясним РИА Новости, что же имеется в виду? Ну, во-первых, имеется в виду, что у нас президент палец в рот ему не клади. То есть умение реактивного такого ответа, это его талант, с которым он пришел в политику. Этот талант никуда не делся. Это зачет однозначно. Во-вторых, конечно, это симметричный ответ. Нет, русские весь время, они говорят, что они готовят какой-то симметричный ответ на какие-то действия Запада, действия Украины. Луна вот недавно тоже получила симметричный ответ. В нее врезался какой-то там русский космический корабль, если помните. Они так гордились, а оказалось, что ничего не вышло у них. И теперь они тоже получили симметричный ответ. То есть если они пытаются навязывать миру какие-то правила, делить сферы геополитического влияния, какие-то периметры строить, что это наше, сюда не лезьте, а здесь ваше, там занимайтесь, они постоянно эту тему ЛГБТ крутят, занимайтесь какими-то там однополыми отношениями, тут у нас скрепы и так дальше. Вот теперь они, по сути, получили симметричный ответ, что хотите как-то менять мир на территорию, давайте мы Белгород заберем. Ну, в принципе, там до Харькова недалеко, тем более именно в Белгород сбежал Николай Азаров, когда была в Украине революция достоинства, его туда Мюраев лично на своей машине вывез, дальше он уже там растворился на территориях, на просторах России. То есть у нас уже тогда был наложен гуманитарный коридор с Белгородской областью в 2014 году, то мы можем продолжить и постепенно начать реинтеграцию этого региона в украинские террыны, наши периметры, наши геополитические... То есть, по сути, Зеленский сказал, раз в Руси есть геополитические интересы, то у Украины тоже есть геополитические интересы, вот Белгород это наш, потом, наверное, Курская область тоже будет наш геополитический интерес. Ну, такой троллинг, но он показывает просто абсурдность российской концепции. Концепция была хороша в XIX веке, в принципе, если мы будем жить по правилам XIX века, то тогда можем и дальше углубиться в крепостных пороть, я не знаю, ну, такой вот нарратив России, да, они же любят этот царь-батюшка Николай II великомученик, вот можно туда углубляться. В принципе, мне кажется, Путину недалеко до того, чтобы пороть крепостных, уже где-то на этом этапе они находятся, такого глубокого мрака сознания, да, сумерки сознания наступили в их головах. Я думаю, самая главная мысль в словах президента Украины, это то, что Украина ни при каких обстоятельствах не собирается торговать территориями Украины. Это так, чтобы объяснить РИА новости. Троллинг на троллинг, говорите. К вопросу Луны мы еще вернемся, это тоже очень интересная тема, просто поговорим об этом чуть попозже. Сейчас остановимся на вопросах геополитики, потому что Россия, вот она использует подобные заявления, как того же Николая Саркази и ему подобных в своей российской пропаганде, и даже пытается таким образом рассорить Украину и ее партнеров. Ну, судя по тому, что происходит сейчас в отношениях Украины и союзников, это не получается у России, потому что мы стали свидетелями, ну, мне кажется, легендарной новости. Это передача от стран Дании и Нидерландов Украине F-16. И вот о чем говорит такое доверие партнеров к нам? Это говорит о том, что внешнеполитическая активная дипломатия всего нашего государства, во главе которого президент, офис, Министерство иностранных дел, Министерство обороны, парламентарии, тоже нужно все-таки дать респект за то, что они неоднократно призывали к этому гражданское общество, журналисты, все работали на одну цель, получить эти истребители. И вопрос уже решен. Как всегда, он решен с опозданием. Вот это полгода опоздания, они очень критичны. Я напомню, что так же самое нам говорили, никогда Украина не получит Петриос. Получила, но полгода спустя. Если бы был Петриос, возможно, половину городов не разрушили. Когда-то говорили, что Байрактаром не будет. Да, ну и Байрактар, и танки. Вы помните, с танками, с леопардами тоже самое. Никогда леопард не заедет на украинскую территорию. Но уже полгода как ездит, в принципе, земля не сошла со своей орбиты, солнце по-прежнему светит, даже теплее, чем в прошлом году. Красные линии России до сих пор красные. Да, и ничего не случилось. Точно так же и с истребителями. Нет, нет, нет. Ну да, вот будет. Скоро и полетят они. Но почему эти полгода-год должны объяснять очевидные вещи, потом это объяснение достигает уже какой-то критической массы, приходит осознание, что такие, да, истребители нужно давать, но полгода потеряно. Землю пролиты кровью украинских солдат, разрушена инфраструктура, разрушены жилые дома, гибнут гражданские. А это опоздание на полгода-год, оно критично. И, к сожалению, такие вот полезные идиоты, как Саркази или просто платные агенты, как Шрёдер или Берлускони, они работают на то, чтобы эти решения отсрочить во времени, отсрочить во времени. Но они все равно будут приняты. Поэтому нужно это просто признать. Чем быстрее Запад это признает, тем лучше. Это первое, то есть достижение нашей дипломатии однозначно, это огромный успех. Второе, это, конечно, провал российского в целом государства, потому что красные линии, как вы абсолютно правы, они остаются красными, и, по-моему, на них уже все плюют. Вот эти красные линии, и никто на них не обращает внимания. Это значит, что эта вся попытка выстраивания таких альянсов на Россию, она обречена на провалы. Находят каких-то, по сути, уже политических зарабетчан, которые пытаются что-то там кукарекать на своих, извините, площадках. Ни на кого-то влияния не имеют. Но в Кремле наверняка это спиливают какой-то бюджет. Очередно кто-то купит уже не дачу, конечно, на озере Кома, как Соловьев, может где-то дачу в Абхазии или, может быть, в Грузии. Но время идет, и это время работает не на нас, к сожалению. Но все равно победа будет за нами. В тот момент, когда мы с вами общаемся, Владимир Зеленский продолжает свое турне. И, вероятно, он вообще активный человек, он активный представитель украинского народа. Он может находиться на фронте, может приехать на юг Украины, может поехать для того, чтобы выполнять свою дипломатическую миссию в какую-то европейскую страну. И вот иногда создается впечатление, что политтехнологи Кремля пытаются сделать пародию такую на Владимира Зеленского из Владимира Путина. И сказать, что не такой уж Владимир Путин и бункерный, как о нем говорят. Что он якобы выбирается из этого бункера и где-то куда-то путешествует, хотя бы по территории Российской Федерации. Причем одновременно в несколько разных точек, используя сеть двойников. Но, что самое интересное, даже эти двойники как бы не могут выбраться за территорию Российской Федерации, потому что можно загреметь за решетку. Вот, собственно, один из последних таких случаев, Путин приехал в Ростов-на-Дону, вот этот штаб, который до этого захватил Пригожин. Так вот, для кого нужен вот этот концерт, когда Путин якобы выбирается из своего бункера и куда-то едет для того, чтобы пообщаться с военными или с гражданскими? Я думаю, это событие указывает, что мы многие вещи в России недооценивали. Для нас этот путь Пригожина, он был, конечно, показательный, может, приятный, но мы не до конца поняли, насколько глубоко это ранило в ядро, в самое сердце деспота, императора, диктатора. То есть, урон, на самом деле, от этого псевдокарикатурного путча, как бы мы бы не знали, урон велик, большой, иначе бы Путин туда не ездил. То есть, это действительно подорвало основы его конструкции власти. Действительно, она начала шататься. Действительно, Суровикин, если не в тюрьме, то под домашним арестом его уже не видно третий месяц. Действительно, многие силовики полетели головы. Просто нам очевидно. Действительно, глубинное это российское государство, этот вот Иван Дурак, который голосует на выборах, он действительно задумался. Может, не все так, как нам рассказывают. Поэтому Путину приходится ситуацию исправлять. И вот такими рейдами он как бы пытается, знаете, своим перстом опять сказать, это все-таки я вот здесь. Даже в Ростове вот тут вот был бунт, но я как бы опять это перекрестил обратно в свою веру, в путинизм. На самом деле, если бы, повторюсь, Пригожин был успешен, я думаю, он бы очень быстро, эта власть в России по себе подмял бы, и уже бунт и закончился. Уже бы, наверное, Пригожин вел бы переговоры о том, чтобы как-то выходить из войны и свою легитимность обменивать на какие-то компенсации Украине. Но он до конца не пошел, он проиграл, и история рассудит, думаю, долго ему жить еще не придется. Но урон для России был велик, поэтому Путин эти рейды совершает. Ему нужно показать, что власть сильна, как никогда. Этот лозунг Медведчука, в свое время сказанный, когда он был главой администрации украинского президента, а по сути был регентом влияния российских спецслужб в Украине, вот этот лозунг сейчас Путин пытается воплотить жизнь. Власть сильна, как никогда, но она не сильна, она слаба, у него выборы в следующем году, любому диктатору все равно, любовь народа нужна, чтобы оставаться у власти, поэтому он такими рейдами будет показывать управляемость, благополучие и так дальше. Но посмотрим, куда это все зайдет в России. Нам остается покупать попкорн, верить нашим спецслужбам и наблюдать за этим. Продолжая вашу мысль касательно Пригожина, появилась информация от проекта «ГУЛАГу.нет», что Путин пытается отобрать Африку у Пригожина и на его место поставить Дерипаску. Даже если это так, то не получается, что наказание для Пригожина, я напомню, для человека, который не просто стал мятежником, а который показал, насколько путинская власть, путинская вертикаль на самом деле слаба. Наказание такое, просто лишить его какого-то заработка в Африке, потому что в России, как мы видим, могут посадить на огромный срок, даже просто за слова, за лайк в интернете. Думаю, здесь тоже ответ, как и в предыдущем вопросе. Не до конца мы понимаем глубину урона нанесшего Пригожину, поэтому у Пригожина реальные появились сторонники внутри российского истеблишмента. Более того, в самых радикальных кругах, на которые сам Путин рассчитывал, он думал, что радикалы будут за него, а они оказались за Пригожина. Вот эти военкоры, эти полевые командиры, эти так называемые герои Донецкой весны, как они это все называют, 14-го года, то есть они-то оказались не на стороне Путина. И если он начнет сейчас шашкой рубить, но для них, для этой всей вертикали уже, которая начала шататься этих сторонников Пригожина, это будет, ну, я бы сказал, урон. И поэтому он пытается, мягко выдавливая его и таким вот мягким, возможно, наказанием, как бы утихомирить, он на самом деле с Пригожиным не общается, он общается с его сторонниками. Мол, все нормально, я буду опять, как бы, я вернусь в себя старого. Новым Пригожиной буду опять я Путин, да, то есть я стану вот тем Пригожиным, которого вы полюбили. И пытается этот имидж себе скорректировать. Но выйдет ли, я не знаю, потому что общество-то российское увидело контраст. Оно увидело слабого, безвольного, испуганного Путина и, хоть и два дня, но решительного, напористого Пригожина, о котором они мечтали, эти радикалы. И поэтому эту вот дилемму Путин будет решать не в один этап. Он будет постепенно это трансформировать. Наказание для Пригожина, конечно, это тоже болезненное, он бизнесмен от политики. Поэтому-то он не довел бунт до конца, а его цель – это деньги. И решив его заработка, Путин его уже наказывает. А потом, я думаю, его убьют. Потому что, ну, такие вещи Путин прощать не будет. Если его не убьют, это будет еще одно доказательство того, что Путин ослаб. В целом, конечно, Африка проблемный. Регион нужно признавать, там щупальцы Пригожинска, путинского этого монстра были достаточно глубоко опущены. И для Украины это вызов, с которым мы работаем. Но в целом ситуация, повторюсь, для Украины симпатичнее, чем мы всегда это можем видеть просто изнутри страны. И для Путина проблематичнее, чем она кажется на первый взгляд. В Ростове-на-Дону, куда, вероятно, поехал Путин, вероятно, спокойнее, чем сейчас в Москве. Потому что туда реально регулярно прилетают каждый день какие-то неизвестные беспилотники. Неизвестные летающие объекты, НЛО. Так точно. И вот после этого задерживаются вылеты, объявляется так называемый план «Ковер». «Ковер-самолет». «Ковер-самолет». И какой ущерб от беспилотников в Москве? Это же вылеты не для того, чтобы поразить какую-то цель. Ну, такая цель тоже. Поражение цели не исключается. И вы видели удачные прилеты в российские министерства. Причем картина, как секретные документы, летают, как гуляй-поле по улицам Москвы. Поскольку беспилотник попал, добился цели, и часть офиса была повреждена, это такое тоже пощечина Путину. Но приговор. Поэтому он тут же мстит. В следующую ночь, обратите внимание, или день после этого, постоянно воздушные тревоги. Он начинает нервировать украинцев таким образом. Потом пускает ракеты куда-то на военный аэродром, которые вместо того, чтобы попасть в аэродром, попадают в какой-то элеватор зерновой. Там горит рапс. Это все снимается. Какими-то тайными агентами потом пересылается в Россию. Они говорят, вот, поразили цель. А на самом деле элеватор поразили вместо аэродрома. Это ущерб моральный. Это очевидно. И это ущерб иногда материальный. Потому что здание министерств тоже является носителем важной информации. Но в целом происходит то, о чем говорили еще год назад. Что победа в этой войне означает перенос поля сражения, в том числе на российскую территорию. Это уже новая нормальность. Россиянами уже вполне себе призналась, мне кажется. Они сами, если их так пару пощечин, сказать, прийти в чувства, вспомнят, то они поймут, что уже, в принципе, и Крым уже театр боевых действий, и их мост. Это уже цель одна из приоритетных для украинских вооруженных сил. И приграничной области уже и Москва постоянно. Скоро воздушные тревоги. Я думаю, скоро начнут открывать подвал и укрытие. Поэтому к этой реальности нужно привыкать. Они, говоря языком Джона Стейнбека, посеяв смуту, будут пожинать бурю. Вот последние результаты таких прилетов неизвестных беспилотников выложила фотографию в сеть Маргарита Симоньян, чем, вероятно, очень сильно помогла тем, кто координирует эти полеты. Да, она, по сути, указала, где живет. Думаю, теперь это станет объектом для троллинга. А, скорее всего, ей придется менять место жительства. Потому что, насколько я понимаю, их все военные пропагандисты и такого рода личности ходят с охраной, живут там достаточно скрытой жизнью, потому что понимают, что случившееся с Дугиным и его дочерью может случиться и с ним, и с этим, которого в Питере взорвали. Мы уже настолько живем в своем информационном поле, что даже забываем их пропагандиста. Это хорошо, потому что, я помню, 10 лет назад украинцы знали лучше звезд российской эстрады, чем украинской. Или песни пели русские на застольях. А сегодня это стало не просто иногда объектом, может быть, для какого-то конфликта, но это просто стало плохим тоном. В Украине это плохой тон, петь российские песни. Вот что касается Дарьи Дугиной, недавно назвали одну из улиц оккупированного Донецка в ее честь. И создается вопрос, а для чего России такие герои нужны? С учетом того, что в тот момент, когда Украина вернет свой контроль над этой частью территории, там не будет памятников террористам, не будет памятников Захарченкам, Гиви и тому подобным. И улиц Дарьи Дугиной там тоже. Ну, нужен свой пантеон героев эпохи вот этой вот, для того, чтобы... Понимаете, ведь Путин строится не только на деньгах, не только на армии, но и на пропаганде. Это одна из фундаментальных вот этих плит, на которых строится режим. Пропаганда требует своего пантеона героев. Вот это один из этого персонажа. Это у них там пантеон очень, кстати, такой карнавальный. Там есть мальчик Алеша в этом пантеоне. Если зритель, может, не отслеживал, какой-то момент, год назад, они нашли кого-то ребенка, который якобы бегал, встречал цветами танки, которые едут из Белгородской области в Украину. Уже, видно, не бегает. Уже, наверное, сидит, может быть, в бомбоубежище, потому что этого ребенка уже давно не показывают. Но у них был в этом пантеоне этот мальчик Алеша. Потом они назвали робота Алеша в честь этого мальчика. На выставке, куда Шойгу заезжал, этот робот сломался. Потом у них была бабушка с красным флагом, которая якобы встречала оккупантов. Оказалось, это вообще чуть ли не наш агент, которая маскировалась под такого персонажа. Тоже она у них поставила в этом пантеоне героев недолго. Ее памятник этой бабушке приезжал лично открывать Кириенко. Это вот кому-то бы рассказать, что Кириенко пытался быть западным таким реформатором, технократом. Был даже премьер-министром России по прозвищу «Киндер-сюрприз» при Ельцине. И тут он открывает памятник бабушке с красным флагом, которая оказалась вообще не той бабушкой, о которой думали. Это тоже один персонаж их пантеона героев. Потом эти террористы, упоминавшиеся, Захарченко, Моторола, потом Гиви, это тоже пантеон. Вот они еще одного нашли себе пантеона героев для того, чтобы миф хотя бы чем-то подпитывать. У них ведь вся мифология России строится, например, на мифе о Второй мировой войне. У них война – это источник мифа, который позволяет строить всю пропаганду. Теперь они находят как бы под миф – это вот эта вот война. Но если хотя бы во Второй мировой герои были настоящие, тут какие-то карикатурные герои. И оно выглядит все максимально халтура. Вот я скажу так, перевелась, конечно, пропагандистская наука на Руси. Если раньше они что-то придумывали интересное, то сейчас такое ощущение, что просто отрабатывают номер. Деньги госкорпорации на них тратятся огромные. Будинки, дома на озере Кома или в Куршевеле покупаются пропагандистами, а на выходе выдают какой-то максимальный кринж, говоря языком современной молодежи. Ну, соответственно, и результат будет такой. Если у вас такая пропаганда, то вы обречены на поражение в 21 веке. Почему российская пропаганда сейчас не может ни из кого слепить так называемого героя, так называемой СВО? То есть героя ни из кого не лепится. В Украине героев тысячи. В России даже из Путина не могут слепить героя, который разве что может приехать в Простов-на-Дону. Был когда-то героем, возможно, пригожен, потому что он снимал эти видео на поле боя, он там со своими бойцами был. Но сейчас нельзя пригожено считать героем. Он же преступник, антигерой. Вот вы сами задали вопрос и сами его раскрыли. То есть героев придумать сложно. Они сами становятся реальностью. Вот такой-то человек обрастает мифом, становится героем. И Пригожин стал героем не потому, что ему Путин поднял желтый телефон без циферблата, с гербом трехлавым, набрал условного Суркова или какого-то там пропагандиста Симоньян, сказал, сделай из Пригожина героя. Нет, просто Пригожин вел активность. Он овладел аппаратом коммуникации 21 века, социальные сети, видео, тиктоки и так дальше. Он это овладел. Сам не сам уже второстепенно, но он этим стал как бы участником этого процесса. И он как бы мифологизировался, стал таким героем. А других у них таких нет. А придумать они не могут, как вы правильно говорите, слепить из дерьма пулю им очень сложно. Поэтому они пыжатся, пыжатся, но вот пока никого не смогли придумать. А может быть уже и не смогут, потому что время надо. Нельзя героя придумать мгновенно. А соответственно, в этом вот и проблема по диктатуре. Оно все искусственно. А чтобы искусственно, например, насадить, нужен тотальный контроль не один год. Вот пока у них это не выходит. Надеюсь, никогда не выйдет. Ну и напоследок, как и обещал, лунный провал. Давайте обсудим. Очень актуальная тема, потому что если покопаться, можно понять, что 18 лет работ было для того, чтобы запустить на Луну вот этот агрегат. 6 миллиардов рублей только официально. И получается, что современной России не удалось осуществить ни одной межпланетной миссии. Страна, которая называет себя сверхдержавой, которая говорит, что она занимает в технологическом плане первое, если не второе, то первое место. Насколько эта ситуация сильно бьет по имиджу России? Сильно бьет, потому что Россия всегда позиционировала себя членом космического клуба. Действительно, на чем строится статус сверхгосударства? Не только на том, что ты владеешь амерной бомбой, но что ты развиваешь космос, развиваешь крайнюю Арктику. Это тоже очень затратные программы, скажем так, не до конца понятные, но указывает то, что у тебя как бы абиции твои велики, что ты развиваешь высокие технологии. И вот это эхо, не хочу говорить слово отрыжка, это эхо тех времен, когда в России был Медведев, Сколково, Айфон. Он ездил туда в Криньевую долину, пытался переманивать Яндекс, пытались сделать флагманом российских нанотехнологий. Вот это вот той эпохи, уже устаревшей лет на 15, когда Россия пыталась вырваться из этого имиджа лаптей Медведев-Балалаек и показать себя как маленькое государство новой экономики. Вот так я бы сказал. И вот эта программа, в принципе, как и все, что тогда пыталась из себя изображать Россия, она привела к коллапсу, она умерла. И крушение этого корабля, взверзавшегося в луну, это стало таким символическим жестом. И, насколько я понимаю, в Кремле это событие имеет не меньше резонанса, чем провалы на поле боя в Украине. Просто до нас не все доходит, но это удар по самолюбию Путина, по щечина, который ему нанес даже не какой-то враг внешний, а просто внутренняя безалаберность, халатность. Коррупция. Коррупция, приоритеты поменялись, на этом космосе пилили деньги, а допилить до нормального аппарата не смогли. И даже никого посадить, знаете. А результат налицо. Это посмешище в мировом масштабе. И, конечно, не добавляет ему баллов. Будет что-нибудь придумывать, может, какой-то теракт совершить для того, чтобы отвлечь внимание россиян от этого, как он неоднократно делал. Посмотрим, на самом деле, таких пощечин Путин получает все больше. Отправится ли он от этого? Думаю, оправится. Но тут работает технология тысячи порезов. Это есть такой на жаргоне политтехнологов, когда какого-то политика пытаются уничтожить, они не сразу там весь компромат на него, а так регулярно, каждый день его подтачивают, подтачивают, в какой-то момент это дерево рухнет. Вот здесь, по сути, сам Путин себя подтачивает, в какой-то день, возможно, оно рухнет, и мы даже не будем понимать, это из-за космической программы, из-за поражения на поле боя, или из-за внутренней коррупции, или бунт просто зэков, которых собрал Пригожин под своим флагом. Поэтому, как, сколько веревочки не виться, конец у нее будет один. Это, кстати, русская народная поговорка. Вот, наверное, она и сработает в этот раз. Спасибо вам большое за то, что нашли время, за ваше мнение. Я напоминаю, что актуальные события мы обсудили с Сергеем Лещенко, это советник руководителя Офиса Президента Украины. Продолжение следует...